История со сбором подписей за распуск парламента в Латвии началась в середине ноября, когда Сейм принял бюджет на 2020 год. В нем не хватило денег на обещанное повышение зарплаты медикам, и тогда профсоюзы вышли протестовать. А на официальном государственном портале latvia.lv начали собирать подписи за распуск парламента. Я лично голосовал за те партии в итоге, и получается такая очень интересная ситуация. Ты смотришь их предвыборную кампанию, что они тебе обещают. Ты за это голосуешь, в итоге происходит голосование реальное, и они все голосуют против. Так это самый настоящий обман. Карл один из тех 40 тысяч латвийцев, которые уже поддержали петицию в надежде на обновление Сейма. Как только под документом наберется 154 тысячи подписей, в стране объявят референдум, и парламент действительно может уйти в отставку. Но дело в том, что авторы этой инициативы к медикам и их протестам не имеют никакого отношения. Сбор подписей начали маргинальные политические партии. Эта организация – власть народу Латвии. О ней мало кто слышал. Журналисты пытались найти их офис, но оказалось, что кроме почтового ящика на каком-то полигоне у них ничего нет. Один из лидеров этой партии известен в Фейсбуке по кличке «Партий Бомж». Он прославился тем, что ходит на всевозможные пресс-конференции и презентации, чтобы бесплатно поесть. Среди агитаторов за распуск парламента, например, политик Норманд Гростенч. Он активно выступает за дружбу Латвии с Россией, за выход страны из Евросоюза, отмену евро против мигрантов и ЛГБТ. На недавних выборах в Европарламент его партия шла единым списком с немецкими праворадикалами из партии «Альтернатива для Германии». Местная элита очень сильно, резко отодвигается от кормушки, от ресурсов. И, значит, она просчиталась. То есть те, кто на этих рабских условиях вступали в Европейский Союз, вступали в НАТО, значит, они просчитались. Главная площадка для агитации за распуск Сейма – Фейсбук. Местные политики и активисты собирают тысячи лайков и шеров, рассказывая, как плохо живется в Латвии и что виноват в этом именно парламент. У правящей элиты сейчас очень большой стресс. У всех их приспешников, журналистов, политиков у власти, у всей этой банды огромный стресс. Латвийские журналисты, рассказывая о сборе подписей, подчеркивают, что авторы – идеи популисты, пытающиеся сколотить политический капитал. Многие известные в стране люди, в том числе и президенты, выступают против распуска Сейма. И напоминают, что референдумы внеочередные выборы будут стоить казне больше трех миллионов евро. Однако профсоюзы медиков, под прикрытием которых начался сбор подписей, заявили, что инициативу поддерживают. А значит, шансы собрать нужные 154 тысячи голосов за отставку парламента увеличиваются в несколько раз. Мария Андреева, Данил Жилинский, Латвия, Рига.